Всем привет! С вами Буката Сергей. Продолжаю изготовление присадочного станка. Для крепления упоров мне понадобился алюминиевый S-образный профиль. В запасе у меня был старый советский карниз для штор и из него получилось два отличных профиля. Стол для фиксации заготовок я решил делать из кухонной столешницы. Для того чтобы геометрия привалочных плоскостей и пазов была абсолютная или близка к таковой, попросил Илью обработать эту плиту на обрабатывающем центре. Учитывая то, что будущие сопрягаемые детали обрабатываются зеркально, точность здесь очень важна. Станки с ЧПУ полезны в первую очередь не для создания каких-то декоров, а для изготовления очень точных деталей. И есть ли в таких деталях душа или ее нет, конструктору абсолютно одинаково. Для изготовления упоров применили конструкционный пластик толщиной 10 миллиметров. Он хорош тем, что у него достаточная твердость и инертность к воздействию температуры и влажности. С помощью пальчиковой фрезы с подшипником разделил детали между собой. Купил две металлические метровые линейки. Отрезал участки от 70 до 100 миллиметров и получил два требуемых отрезка для установки упора. При этом линейки остались работопригодными размером от 1 до 70 миллиметров. Нанес контактный клей в заранее профрезерованные пазы и зафиксировал отрезки линеек на столе. Градуировка в миллиметрах идет от центра стола. Центральный упор присажен под два штифта, которые будут двигаться в пазу. Моя задача сейчас их изготовить. С помощью винтов креплю штифты к упору и проверяю работоспособность. Закрепляю винт по центру паза для того, чтобы упор можно было фиксировать. Дальше привинчивые упоры на торцевую часть плиты. Между ними останется небольшое пространство для прохода фрезы. Таким образом будет происходить настройка. С помощью Т-образных болтов к профилю укрепил угловые упоры. Их довольно легко фиксировать на заданный размер. Подобрал подходящий столик для того, чтобы установить на нем станочек. К этому каркасу привинтил двадцатимиллиметровую фанеру и путем проб подобрал высоту для площадки. Затем изготовил компенсаторы нужной толщины и всю эту конструкцию зафиксировал на этой платформе. На одной из стоек есть хомут, с помощью которого регулируется вылет фрезы. Площадку с пневмоприжимом опускаем на нужную высоту для достаточной фиксации заготовки. Чтобы прижим не деформировал заготовки, я привинтил к нему внизу резиновую подошву. Как я уже говорил раньше, подъем фрезы осуществляется с помощью вот этого механизма. Фрезер пришлось поменять, потому что предыдущий скоропостижно скончался. Годы берут свое, ему уже лет двадцать, да и этот не намного моложе. Ну и вот наконец-то ходовые испытания. Ясное дело, что возможно потребуются какие-то доработки, но какой-никакой результат мы можем получить уже сейчас. Делаем настройку упоров и фиксируем заготовку. Настройка занимает буквально секунды. Фрезеровку делаем под две шпонки. Ну и вот результат наших усилий. Фрезеровка произведена быстро и точно. Забиваем шпонки и соединение готово. Для более крепкой фиксации дополнительно можно использовать клей. Как вы заметили, никаких позиционирующих или стягивающих устройств для сборки мы не применяли. Кому ролик понравился, ставьте лайк. Кто не подписан, подписывайтесь. Спасибо за внимание. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Продолжение следует...